Здравствуйте, вы на канале Реальные Книги. Сегодня мы с вами кратко поговорим о поэме «Кому на Руси жить хорошо». Поэма ключевым своим моментом содержит поиск у семью мужчинами-крестьянами, людей, жизнь которых была бы счастливой. Однажды они знакомятся с некой крестьянкой, Матрёной Корчагиной, которая рассказывает им свою печальную историю жизни. На момент повествования Матрёне 38 лет, но сама женщина считает себя старухой. Матрёна довольно красивая женщина. Она осанистая и полная, лицо ее заметно поблекло, но все равно сохранило следы привлекательности красоты. У нее были большие, ясные, строгие глаза. Их обрамляли красивые густые ресницы. Матрёна обладает значительной силой корова хохломская, которую такую характеристику дает ей автор. Она трудолюбивая женщина. В их семье большое хозяйство, о котором в основном заботится Матрёна. Не объявлена умом, она и смекалкой также. Женщина может четко и ясно высказать свои мнения по поводу того или иного вопроса, здраво оценить ситуацию, принять нужное решение. Она честная женщина. И этому также учит своих детей. Всю свою жизнь после замужества Матрёна вынуждена была терпеть унижения и различные трудности в работе. Но она не утратила основные качества характера, сохранила в себе стремление к свободе и при этом воспитала дерзость и резкость. Жизнь женщины была очень трудной. Матрёна потратила немало сил и здоровья, работая на семью и мужа. Она стойко терпела все горести на справедливое отношение к себе и своим детям. И не роптала. И со временем ее ситуация улучшилась. Но вернуть утраченное здоровье уже было невозможно. Не только физическое здоровье пострадало от жизненных тяжеб. За это время Корчагиной было выплакано немало слез, так как сама она говорит, можно набрать три озера. Иронически она называет их немыслимыми богатствами своей жизни. Религия и истинная вера Бога позволила Матрёне не сойти с ума. По словам самой женщины, она находит утешение в молитве. Чем больше она предается этому занятию, тем легче ей становится. Однажды решить ее сложности жизни Матрёне помогла губернаторша. Поэтому люди, запомнив этот случай, Матрёну в простонародье начали называть губернаторшей. Матрёне повезло с ее родителями. Они были хорошими и порядочными людьми. Отец ее не пил и был образованным семьянином. Мать всегда заботилась о домашнем уюте и благополучии всех членов семьи. Родители оберегали ее отягости судьбы и старались сделать жизнь дочери как можно проще и лучше. Сама Матрёна говорит, что она жила как у Христа за пазухой. Однажды пришло время, и как и всем взрослым девушкам, ей пришлось покинуть отцовский дом. Однажды к ней посватался приезжий человек, печник по профессии Матрёне. Он показался милым и хорошим человеком, и она согласилась стать его женой. По традиции, после замужества девушка переезжает жить в дом родителей мужа. Так случилось и в ситуации с Матрёной. Но здесь юную девушку ждали первые разочарования и горести. Родня очень негативно и вражденно приняла ее. Матрёна очень тосковала по родителям и по приезжей жизни, но обратного пути у нее не было. Матрёна была первым работником в семье. Ей приходилось раньше всех вставать и позже всех ложиться. Однако никто не испытывал чувства благодарности к ней и не оценил ее работу. Неизвестно, как воспринимал ситуацию, что сложилось в рамках своей семьи, ее муж Филипп. Вполне вероятно, что из-за того, что он вырос в таких условиях, то для него такое положение вещей было нормальным. В целом же Матрёна считает его хорошим мужем, но при этом и таит на него обиду. Однажды он ударил ее. Вполне вероятно, что такая характеристика и отношение со стариной Матрёны была очень субъективной. И значимость своего мужа она рассматривает с позиции бывает еще хуже. Поэтому мой муж на фоне таких абсолютно плохих людей очень даже хороший. На этом тяготы жизни Матрёны не закончились. Через три года после замужества умерли родители. Женщина очень болезненно переживала эту потерю. Вскоре ее жизнь начала налаживаться. Умерла свекровь и она стала полноценной хозяйкой дома. К сожалению, обрести счастье Матрёне не удалось. К тому времени ее дети стали достаточно взрослыми, чтобы их забрали в армию. Поэтому в ее жизни появились новые огорчения. Несмотря на такое трудолюбие и неистовство в работе, Матрёна не стала счастливой. Окружающие, в частности ее ближайшие родственники, придирчиво, несправедливо к ней относятся. Они не ценят ее работу и не осознают ее подвига по отношению к ним. Такое положение вещей не ускользает от женщины, но ее терпение и оптимизм не знают границ. Спасибо! Вы были на канале Реальной Книги. Подписывайтесь на канал и изучайте литературу вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова